В Санкт-Петербурге делегация Якутии посетила места боевой славы воинов-якутян, защищавших новгородские земли. О бессмертном подвиге бойцов-якутов на священном озере Ильмень расскажет наш СОПКОР в Питере Айсена Бурнашова. Ежегодный патриотический маршрут начался на автодороге Старая Русс-Сашимск. Возле деревни Буриги находится памятник воинов-якутян, защитников Старорусского района. Здесь новгородцы, якутяне и делегация Министерства по делам молодежи и семейной политики Якутии возложили цветы к монументу и почтили память погибших солдат. Далее мероприятия продолжились на берегу озера Ильмень возле гранитного обелиска в виде якутской урасы. Необъятная наша Россия. Разные народы населять ее. И только память и единство сохранит в нас веру. Все солдаты новгородского направления сражались и изо всех сил обороняли главную дорогу, ведущую к Ленинграду. Это прежде всего для меня очень личное, важное событие, так как два моих близких родственника, моих предка погибли при героической обороне Ленинграда. Это событие также памятное и для молодежи Старорусского района. Рушане бережно относятся к памяти Великой Победы. Много слышали и знают о своих защитниках, бойцах, якутах. Проводятся как и классные часы, так и какие-то презентации постоянно показываются. Для нас это очень близкая тема и я думаю все в Старой Руси и в районе знают о их подвиге и гордятся. То есть кого не спросишь, все знают, что якутские стрелки победили. У нас даже уже улица есть якутских стрелков. В целях увековечения памяти подвигов воинов якутян на новгородской земле и пропаганды здорового образа жизни ежегодно в рамках поездки проходили легкоатлетические соревнования, стрельба и лыжный десант. В этом году состязания претерпели изменения. Погодные условия не позволяют это проводить. Все-таки снега нет, а по льду это не лыжня будет. Должен снег быть, тогда все было бы нормально. Но в прошлом году была лыжня и вот этот год нет лыжни. На пьедестал почета, заняв первые места, вышли якутяне. Студентка третьего курса Санкт-Петербургского университета Аина Ефремова и представитель Хангаласского района Якутии Айсен Федоров. В завершение дня состоялся торжественно-траурный митинг с возложением цветов и венков к монументу. Стихотворение местного поэта, переданное организатором за несколько часов до мероприятия, не оставило никого равнодушным. Подобно героям из древних сказаний, огонь передеды в своих Аланхо, как рано враги вас тогда разглядели и сквальным огнем пригвоздили ко льду. Сквозь время крутое и даты демиле, в их память людскую живыми вошли. Отважные парни, стрелки молодые, посланцы далекой якутской земли. Бойцы якуты навсегда в нашей памяти и в наших сердцах. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.